Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Ну вот мы и снова вместе. Прошу прощения за перерыв с чтением Евангелия, но поскольку ослабился наш карантин, то, конечно, с мужем нас просто потянуло в старый город, нам захотелось всё-всё вам там показать, и ушло время на съёмку, на монтаж вот этих вот репортажей старого города, которые вы видели и, как я поняла по комментариям, очень даже оценили. Но проект наш с чтением Евангелия мы, конечно же, не бросили, поэтому сегодня мы продолжаем. Итак, мы читаем Евангелие от Луки и с вами вместе. Начинаем сегодня третью главу, зачало девятое. И, как всегда, я напоминаю для тех, кто первый раз с нами, что читаем мы по-церковно-славянски, поэтому вам, если трудно на этом языке читать и воспринимать Евангелие, стоит открыть русский вариант либо в компьютере, либо в виде книги. В пятое жена десятилета владычества Тиверия Кесаря, обладающую понтийскому Пилату Иудею и четвертовластвующую Галилею Ироду, Филиппу же брату его, четвертовластвующую Туриею и Траханицкую страною, или Санью Авелиниею четвертовластвующую, при архиереи Анне и Каиафе, бысть глагол Божий ко Иоанну, Захариину сыну, в пустыне. Апостол Лука, как всегда, очень скрупулезно дает нам с вами исторический фон. И вот здесь он обозначает нам всех исторических лиц, которые были современниками Господа Христа и, соответственно, современниками проповеди Иоанна Крестителя, о которой сейчас пойдет речь. Давайте кратко разберемся, кто есть кто. Тиверий Кесарь – это император Тиверии, тот самый, в правление которого и будет впоследствии распят Господь наш Иисус Христос. Понтийский Пилат был в то время военачальником Иудеи. Дальше перечисляются четвертовластники Филипп, Ирод, и здесь не упоминается один из них Архилай, который правил как раз-таки Иудеи. После смерти Ирода Великого по его завещанию Иудейское царство было разделено между его тремя сыновьями. Это Архилай, Филипп и Иродантипа. По решению тогдашнего правителя Римской империи, императора Августа, половина царства перешла Архилаю. То есть царство было поделено как бы на четыре части, Архилай получает две и два его брата по одной, потому они называются четвертовластниками. И вот Архилай, соответственно, правит в Иерусалиме. Его брат Иродантипа получает Галилею. Это тот самый Иродантипа, который впоследствии станет любовником жены своего брата Филиппа, и потом женится на ней, его за это будет упрекать Иоанна Претеча. Это тот самый Иродантипа, который казнил Иоанна Претечу впоследствии. Вот о нем и идет речь. Филипп же брат его правил, как здесь написано, Туриею и Траханицкую страною. Турия или Итурея, как мы на современном русском называем, так же, как Траханицкая страна, это древние названия северной части Израиля. То есть северная Галилея – это верхняя Галилея, как у нас называют. Дальше там идет сейчас граница с Ливаном и вот, соответственно, Южный Ливан. В древности вот эта вся часть, Южный Ливан и Северная Галилея, принадлежали Ироду. Дальше здесь упоминается некий Лисаний, который правит Авеллиниейю. Авеллиния, Авеллена по-другому – это граница Ливана и Сирии. То есть эта территория находится уже как бы по карте правее, восточнее. Ничего о Лисании нам не известно, и до недавнего времени ученые даже считали, что персонаж вымышленный, потому что нет такого известного в истории правителя, однако впоследствии были найдены монеты, отчеканенные в его правлении с его именем. Так что в историчности этого лица сомнений уже нет, но никаких сведений, данных подробных о нем нет. Дальше упоминаются два архиерея – Анна и Каиафа. Нас может несколько удивить, почему два правящих первосвященника. Разве такое было возможно в ветхозаветные времена? Надо сказать вам, что сам институт первосвященства претерпел значительные изменения со времен Моисея, когда священство и первосвященство вообще было, собственно, учреждено, до времен Господа Иисуса Христа. По закону первосвященство передавалось от отца к сыну, то есть были целые священнические и первосвященнические рода. А во времена же Христа первосвященника мог поставить царь иудейский, что было, конечно, нарушением уже закона, но это было уже практикой на тот момент. И вот Анна, который был по возрасту старше, видимо, может быть, по состоянию здоровья, по каким-то еще причинам, не мог исполнять свои обязанности и порекомендовал Ироду своего зятя Каиафу. Может быть, у Анны не было сыновей, мы не знаем с вами точно. И вот таким образом они действительно фактически правили вдвоем, об этом все знали, потому что Каиафа был полностью управляем Анной, скажем так. И вообще титул первосвященника оставался за человеком до самой его смерти, в любом случае, даже если по каким-то причинам он от должности был своей отставлен. Убедив нас с вами таким образом в историчности своего повествования, апостол Лука переходит к проповеди Иоанна Предтечи. И прииди во всю страну Иорданскую, проповедуя крещение покаяния, во оставление грехов. Як уже есть писано в князе словес Исаии пророка глаголюще, «Глаз вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези Его». «Всяка дебри исполнится, и всяка гора и холм смирится, и будут стропотные вправые и острые в пути гладкие, и узрит всяка плоть спасения Божия». Здесь мы с вами переносимся мысленно в Иорданскую долину, в те места, где проповедовал Иоанн Предтеча. «Спуск к Иорданской долине с Иудейских гор из Иерусалима лежит через Иудейскую пустыню. Она холмиста, в ней есть глубокие бездны и пропасти, высокие довольно холмы и, конечно, извилистые совершенно дороги». И вот когда попадаешь в Иорданскую долину, начинаешь рассказывать об этом всем паломникам, они приходят совершенно в необыкновенное умиление, потому что буквально видят, как изменилась природа прямо в соответствии с пророчеством Исаии. То есть, скорее всего, Исаия пророк брал просто-напросто за основу вот эту нашу природу, и от неё Господь Духом ему дал вот это видение духовного процесса, который должен произойти в человеке для того, чтобы он встретил Христа. Часто спрашивают, почему одни люди верующие, а другие люди неверующие. Как человеку веровать? Как ему встретить Господа? Так вот, в Евангелии, или, вернее, у Исаии пророка в данном случае есть ответ на этот вопрос. Мы с вами можем понимать образы природы как образы духовные. Долины наполнившиеся – это бездны нашей души, в которых гнездятся страхи, маловерие, сомнения, злоба, и вот они наполняются и очищаются верой. Холмы понизившиеся – это холмы нашей гордости, самоуверенности, которые мы понижаем, превращая нашу душу в чистую, такую вот ровную долину, открытую со всех сторон Господу. Кривые пути, сделавшиеся прямыми – это наша жизнь, выстроенная по заповедям Божьим. А для тех, кто заповедей не знает – по совести, потому что на самом деле любой человек имеет внутреннего такого сторожа, имеет совесть, которая, если прислушаться к ней, всегда выведет человека на правильную дорогу. Это Богом данные нам, вот, часть нашей, да, нашей личности важная. И совесть всегда человека обличает, если он делает что-то не так. Человек может нарочно заглушать голос совести, искажать его, не слушать его, но если очень честно к себе в глубине души прислушается, то наверняка почувствует как компас, где право, где лево, вернее, где правда, где ложь, да. И, соответственно, вот так, направляя свою душу к добру, даже, может быть, не зная, как оно называется, или кто источник этого добра и блага, человек приходит к Богу. Вот такая подготовка души. Кстати, о том, что наша душа – бескрайняя страна, говорил ещё, впоследствии говорил святой Макарий Великий. Он говорил, что наша душа – бескрайняя страна, в которой есть и бездны, и пропасти, и гнездятся там и змеи, и скорпионы. Я не помню сейчас точно наизусть, но так примерно он написывает. И нам нужно их всех оттуда извести и превратить эту страну в цветущий сад, открытый для пришествия Господа Христа в наше сердце. Так что вот так действительно интересно такое представление, связанное с природой, о духовных процессах. А дальше Иоанн Претеча обращается к пришедшим к нему иудеям. Глаголыше же исходящим народом креститеся от него. Порождение ехидного. Кто сказал вам, бежайте от грядущего гнева? Сотворите оба плоды, достойны покаяния. И не начинайте глаголыте в себе Здесь мы с вами видим дух проповеди Иоанна Претечи, порождение ехидны. И часто думают, что ехидна – это в смысле животное африканское ехидна. Нет, здесь по-церковно-славянски слово ехидна означает ядовитая змея. У нас в Иорданской долине, в пустыне, много ядовитых змей. Есть и египетская кобра, есть и цефа. И вот здесь Иоанн Претеча так, скажем, нелицеприятно называет людей. Почему? Потому что он говорит в духе и силе Ильи Пророка. Илья Пророк – это как мерило вообще для пророческого служения. Он обладал необыкновенной смелостью, ревностью о правде Божией, не боялся никого и ничего, потому что говорил от большой любви, от большой любви к Богу, к правде Божией, соответственно, и к людям. Также здесь Иоанн Претеча как врач-хирург, который иногда должен сделать человеку очень больно, отрезать ему даже иногда ногу или руку, но таким образом спасти ему жизнь. И вот здесь также Иоанн Претеча как будто говорит людям «нет больше времени». Вот уже идёт Христос. И если вы сейчас не покаетесь, то вы его не узнаете, не встретите его. Что такое покаяние? Покаяние из греческого языка метанои – это изменение ума. То есть, когда человек начинает видеть себя тяжело больным, начинает видеть себя другим, не таким, как он видел себя до этого. Как только же человек осознаёт свои болезни, он начинает искать врача. Ему становится нужен врач. Если болезни духовные, то и врач нужен Христос. Даже с телесными-то болезнями особо нет надежды просто на врачей. Есть надежда на врачей плюс на помощь Божию. А уж в духовных вопросах, тем более, мы идём к Господу Христу. И, соответственно, здесь очень важно осознать себя болящим. То есть, измениться умом, увидеть себя с другой стороны. Вот к этому и призывает Иоанн Претеча. И призывает таким нелицеприятным, очень резким способом, потому что времени действительно нет. Те, кто считают себя праведниками, фарисеи, саддукеи, и те, кто считают, что у них всё в порядке, придёт Христос, и они его не узнают. Он пройдёт мимо них, и они не спасутся. А Иоанн Претеча живёт служением Христу. Он живёт одним желанием, чтобы весь народ спасся, чтобы весь народ признал Господа Христа и вошёл в Царствие Небесное. Вот от этого такие жёсткие слова. И посмотрите, что интересно. Соответственно, сотворите оба плоды, достойные покаяния. То есть, покаяние – это не только акт внутреннего осознания своей греховности и решимости исправиться, но это ещё и действия, плоды, то есть, реальное исправление своей жизни. Вот к этому призывает Иоанн Претеча. И говорит народу израильскому, не говорите, что отца нашего имам Авраама, то есть, не говорите, что наш отец Авраам, значит, мы праведники, да? То есть, значит, мы защищены ветхим законом. Это не так, говорит он. Если вы не исполняете этот закон, не исполняете его не только внешне, но и внутренне, если вы не ощущаете своих недостатков и грехов, а наоборот считаете себя праведниками, как считали фарисеи, не поможет вам принадлежность к народу Божьему избранному, да? Да? Дальше он говорит о секире, которая лежит при корени древа. Вот в Иорданской долине есть множество сухих кустарничков, которые растут вдоль дорог, повсюду. И вот в древности приходили люди с плетёными корзинами, с секирами, это маленькие такие, как такие полукруглые ножи, как серпы такие небольшие. И вот они срезали этими острыми, очень полукруглыми, изогнутыми ножами вот эти кустарнички, собирали их и использовали их для топки впоследствии, потому что никакой другой пользы, собственно, эти растения не приносят. Вот он и говорит, что любое дерево, не творящее плода добра, посекают и в огонь вметают. И вопрошаху его народе глаголюще, что оба сотворим, отвещав же глаголы им, имея две ризи, да подаст неимущему, и имея брашно, так уж да да творит. Приедоши же и мытари креститесь от него, и реши к нему, учителю, что сотворим, он же рече к ним, ничто же боли от повеленного вам творите. Вопрошаху же его и воине глаголище, а мы что сотворим, и рече к ним, никого же обидите, не оплеветайте, и довольни будете, а броки вашими. Видите, как Иоанн Претеча удивительно милостиво и разумно очень дает указание. Людям он дает указание творить милостыню. Матарям же и воинам только лишь хотя бы воздерживаться от зла, понимая, что они не готовы еще морально творить добро, в смысле раздать все, что они имеют, подавать милостыню. Им это трудно, они привыкли наживаться в своей профессии. Поэтому он говорит им, хотя бы не берите лишнего, то есть воздерживайтесь от зла. То есть здесь, как Святые Отцы нам указывают, в исправлении своих грехов важна мера, то есть человек должен разумно, с расчетом подходить к реальности, чтобы он мог начать поступенно, шаг за шагом исправляться, а не прыгать сразу в какие-то добродетели, которые он пока исполнить не сможет и надорвется. Вот этот древний духовный опыт отцов-подвижников в пустыне растет тоже ведь из Евангелия, то есть, собственно, от самого Иоанна Притечи. Чающим же людям и помышляющим всем в сердцах своих о Иоанне едотой есть Христос, отвеща ваши, Иоанн, всем глаголя «Аз уба водою крещаю вы, грядет же крепли меня, ему же несем достоин отрешите ремень сапогу его, то и вы крестит духом святым и огнем. Ему же лопата в руку его и потребит гумно свое и соберет пшеницу в жизницу свою, плевы же сожжет огнем негасающим». Здесь мы с вами видим первый раз упоминание о крещении водном, и поэтому скажем несколько слов об этом. Действие покаяния нравственное Иоанн Притечи сопровождает погружением людей в воды Иордана. Кстати, Иоанн Притеча крестил в очень знаменательном месте, которое называется Вифавар, в переводе с иврита «дом перехода». То есть это та самая точка, в которой за 1200 лет до Иоанна Крестителя народ израильский после 40-летнего странствия по пустыне перешел реку Иордан и вошел в землю обетованную. Иордан – это как граница, о земле обетованной. И вот Иоанн Притеча использует здесь сразу несколько таких очень важных, скажем так, образов. Во-первых, он напоминает народу израильскому о святости этого места, о том, как их отцы некогда вошли в эти воды и, очистившись ими, вошли в землю обетованную. Началась их новая жизнь в земле обетованной. С другой же стороны, он использует древнюю практику Ветхозаветную, омовение в проточной воде для очищения от осквернения. В законе Моисеевым было понятие телесного осквернения, если человек прикоснулся к мертвому телу, если случилось истечение семени у мужчины или менструация у женщины, если человек осквернился, съев недозволенную евреем, то есть некошерную пищу, и множество других случаев, соприкоснулся с язычниками, например, множество других случаев, которые требовали очищения от скверны. И вот было понятие, что вода очищает. Кстати, еще ведь вспомните, чем очистил Господь землю от грехов? Всемирным потопом, да, тоже водой. И вот поэтому у евреев была практика, например, когда они шли приносить жертвоприношение в храм иудейский на праздник, обязательно каждый должен был окунуться с головой в бассейн с проточной водой, которые для этого специально были устроены во множестве рядом с храмом и также в домах у людей обеспеченных обязательно были миквы. Это называется слово миква. Миква в переводе – это, как бы сказать, скопление воды, то есть место, где вода накапливается, но обязательное условие – вода должна быть проточной. Почему? Потому что вода, которая налита, например, в кувшин или в какой-то сосуд, может оскверниться от соприкосновения с этим предметом, а если она проточна, это вода живая, и вот живая вода очищает от грехов. Это древнеудейская практика. Иоанн Предтеча предлагает народу соединить эту практику с покаянием, потому мы называем крещение покаяние, это крещение Иоаннова. И в данном случае крещение Иоаннова очищает людей не только от их телесной, скверны, но и дает им как бы залог начала будущей жизни, потому что в момент этого окунания они исповедуют свои грехи. Позднее, уже в иудаизме II-III века эта практика будет применяться для того, чтобы принимать празелитов, то есть те люди, которые были по рождению неевреями и хотели стать евреями, они вот должны были пройти не только обрезание, но и омовение с покаянием в водах. Также в прошлый раз мы с вами говорили, что Иоанн Предтеча, возможно, воспитывался в общине иесеев в Кумранах на берегах Мёртвого моря. Помните, это те священники, которые не приняли власть партии Саддукеев и покинули храм. Так вот, у них в общине, как мы знаем теперь из кумрамских свитков, тоже был обычай. Человек, которого принимали в общину, должен был пройти водное омовение и покаяться в своих грехах. И это было ещё за сто лет, примерно до рождения на Крестителя. И вот таким образом здесь мы с вами встречаемся с прообразом нашего с вами крещения. Однако, как мы помним, Иоанн Предтеча объяснял народу, что я крещу вас водою, а Мессия будет крестить Духом Святым и огнём. Поэтому наше с вами крещение, оно уже иного рода. Оно и водное крещение, и крещение Духом Святым. Нас с вами, батюшка, в церкви, когда крестил, вот он ещё нас и помазывал миром. Главное, нас печать Духа Святаго. И вот здесь добавляется слово огнём. Почему Иоанн Предтеча будет крестить вас Духом Святым и огнём? Как говорит апостол Павел, всякое дело огнём испытается. У кого дело устоит в огне, тот спасется, у кого не устоит, тоже спасётся, но как бы из огня. Имеется в виду, что дело каждого человека будет испытано любовью, божественной огнём, божественной любви. Мы с вами говорили об этом в нашей беседе, по-моему, про Второе Пришествие или про Христос Победитель Ада. Мне кажется, говорили мы на эту тему о том, что суд над человеком будет совершать божественную любовь после Второго Пришествия Господа. И дела каждого испытаются огнём божественной любви. И если дело человека не устоит в огне этой любви, он будет вечно гореть в этом огне, мучиться, страдать от невозможности, соединиться и быть причастным к этой божественной любви. И вот об этом как раз здесь и говорит Иоанн Предтеча. Много же оба и ина, утешая благовества ваши людям, и Раджа Четвертовластник, обличаем от него о Иродиаде жене брата своего, и о всех я же сотвори злая Ирод, приложи и сие над всеми, и затвори Иоанна в темнице. Бысь же, егда крестишеся все люди, и Иисусу крещуся и молящуся, отверзися небо, и сниди дух святый телесным образом, яку голубь нань, и глаз небесе бысть глаголя, ты еси сын мой возлюбленный, а тебе благоволих. Здесь апостол Лука сперва помещает нам рассказ об аресте Иоанна Предтеча, а потом как бы ретроспекция возвращается к крещению Спасителя. Он хочет хронологически как бы закончить сперва повествование об Иоанне, о его дальнейшей судьбе, а потом уже перейти к Спасителю. И дальше, потому что уже про Иоанна Предтеча речь не пойдет, пойдет уже только родословный Господь Иисуса Христа, если вы помните. Так, соответственно, он упоминает нам только лишь об аресте Иоанна Предтеча, Иоанна Предтеча Ирода, говорит о причине, но подробности вот вся эта история, да, он не описывает, не считая просто это нужным и интересным для нас с вами. Важный же акцент здесь стоит на крещении Господа Иисуса Христа. Это главная часть этого зачала, это зачало десятое. Апостол Лука повествует очень кратко нам о крещении Спасителя. Мы больше информации знаем с вами от других евангелистов, но он говорит, как всегда, о самом главном, о явлении Духа Святаго и о голосе Бога Отца. То есть вот об этом моменте Бога явления, явления Пресвятой Троицы. От других же евангелистов мы знаем с вами, что Иоанн Предтеча обещал народу, что они увидят Мессию Спасителя. И народ желает ждать Мессию, который придет с Духом Святым и огнем, а приходит вместо этого, как бедный странник, Господь наш Иисус Христос. Он пришел не для того, чтобы явиться как царь или как грозный мессия, а для того, чтобы разделить с нами всю человеческую жизнь. И хотя в покаянии он никаким образом не нуждался, но тем не менее, для того, чтобы исполнить весь закон, для того, чтобы исполнить всю правду, он берет на себя и это. Кроме того, о причине крещения Господня говорит нам сам Иоанн Креститель. В другом Евангелии он называет Господа Христа «Вот идет Агнец Божий, пришедший взять на себя грехи мира». Взять на себя грехи может только тот, кто сам безгрешен. И вот для этого Господь приходит, и для того, чтобы он был явлен Израилю. И вот Спаситель наш в полном смирении принимает омовение от своего творения, от своего раба. И плоть нашу человеческую вводит в воды Иордана. В воды Иордана входит плоть первого Адама, чистая, и сокрушает главы древних змеев в воде. Помните, как мы поем с вами в тропарях на крещение, во время водоосвящения главы древних змеев сокрушивой в воде. Вот действительно очищаются все воды земли, и, как некоторые святые отцы пишут, это уже прообраз той победы, которую Господь совершит над главным змеем, над главным врагом рода человеческого в аду. То есть вхождение Господа Христа в Иордан это как бы прообраз сошествия Господа Христа в Ад, впоследствии. И как добавляет Иоанн Златоуст нам, что для того Христос принимает омовение от Иоанна, чтобы потом простой священник мог крестить царя, для того, чтобы показать нам образ смирения. И это тоже очень важно, ведь потому что омовение могло совершиться в Ветхом Завете, ведь и совершаться могло без посредника. Нигде не указывается о том, чтобы только Моисей омыло Аарона, когда он стал священником, этот момент был. А так вообще-то омовение человек совершал сам. А здесь именно очень важна роль Иоанна Предтечи. А ведь он по рождению был священником, он был сыном Захарии, значит, священником. И вот так это прообраз действительно таинства крещения, которое впоследствии будут совершать священники. Также мы с вами изумляемся здесь явлению Духа Святаго в виде голубя и тому, что Отец никак не являет себя, а только дает глаз «Сей есть Сын мой возлюбленный». Действительно, все явления, которые были описаны в Ветхом Завете, тем более в Новом, явления Божия на земле, это всегда явления второго лица Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа, то есть Слово Божие, Сына Божия. А также Дух Святый может являться, как мы знаем, в виде либо голубя, либо облака на Фаворе, либо огненных языков на Пятидесятницу, но сам Бог Отец никогда в виде живых существ не является. Он только говорит, мы только слышим Его глаз. Являет же нам Отца в той мере, в которой мы можем Его воспринять Господь наш Иисус Христос. Ну вот, мои дорогие, мы закончили с вами читать 9 и 10 5-е зачало, 3-я глава от Луки. Я с вами пока прощаюсь, очень надеюсь на нашу скорую встречу. Оставайтесь с Господом. Субтитры сделал DimaTorzok